А вот законодательные инициативы Польши могут стать причиной введения против этой страны санкций со стороны ЕС. Европарламент поддержал сегодня решение Еврокомиссии запустить санкционную процедуру против Польши за нарушение европейских принципов в национальной судебной реформе. В самой же Польше вступил в силу закон об институте национальной памяти. Он предусматривает уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов-бандеровцев и за публичные заявления о причастности польского народа к Холокосту. За нарушение вводится наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет. Теперь под запрет попадают выражения польские лагеря смерти и другие высказывания, которые можно интерпретировать как желание выставить поляков соучастниками нацистов. Наказание также грозит тем, кто попытается пропагандировать бандеровскую идеологию и отрицание волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами, когда жертвами стали не менее 30-40 тысяч поляков. Вот некоторые выдержки из положения закона. Каждый, кто публично приписывает польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях, совершенных Третьим рейхом или других преступлениях против человечества и мира, а также военных преступлениях, должен быть наказан штрафом или лишен свободы на срок до трех лет. Под действие закона, кроме преступлений нацистов и коммунистов, подпадают также и злодеяния украинских националистов и членов украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом. И сегодня же правительство Польши направило в Сейм проект закона о разжаловании генералов, получивших звание во времена Польской Народной Республики, заявил премьер-министр Польши Матеуш Муравецкий. В числе генералов, которых может коснуться закон, бывший президент Польской Народной Республики Войцех Ярузельский. Правительство решило заняться данным законопроектом именно 1 марта, когда в стране отмечается Национальный день памяти проклятых солдат, участников антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны и после ее завершения. Продолжение следует...